Насмотревшись на Борисова, открывать фестивали уличной еды и все остальное мотивирует деньги. Тебя нужно, чтобы занесли на троне. Лучше полное закрытие. Мы считаем, что это двойные стандарты, что это неэффективно. Друзья, всем привет! С вами Андрей Жук, канал «За рамками ритейла». Сегодня в гостях у Димы Борисова. Не забудьте подписаться на наш канал, потому что тот, кто владеет информацией, тот правит миром. Пойдем! Сегодня мы в гостях у Димы Борисова. Дима, привет! Привет, Андрей! Дима, вчера поздно вечером Кабмин опубликовал постановление о карантинных выходного дня. И с этих выходных ритейл, нон-фуд ритейл, рестораны будут закрыты. Твое мнение по поводу этого? Моё мнение по этому поводу следующее. Это, конечно, сильно завдасть нищевного удару по нашей отрасли в очередной раз. Мы не считаем это адекватной мерой ситуации с карантином, с распространением вообще COVID и всего остального. Мы считаем, что это двойные стандарты, что это неэффективно, что это не приведет, как мы уже за 8 месяцев увидели, к ожидаемому результату по остановке распространения коронавируса. Но почему-то это все всегда упирается в тот бизнес, который из ритейла единственный может контролировать санитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилитарно-пилит Это неверно, это неправильно, это популистская мера, вот такое наше мнение. А ты не считаешь, что это этап к полному закрытию? То есть если сейчас это будет неэффективно, то это приведет к полному закрытию в декабре? Смотри, если выбирать, то лучше полное закрытие, потому что равноправно это все, скажем так, распределяется по всем возможным направлениям. Источником распространения коронавируса, а не выборочно, популистски. Мы закроем, чтобы людям показать, что мы, как правительство, я так предполагаю, думают, чтобы люди увидели, что мы что-то делаем, но это не решает вопрос, не решает задачу. Соответственно, мы за разноправие. Или работают все, или же все закрыты, чтобы побыстрее остановить распространение вируса. Да, я с тобой согласен, потому что если закрывать, то не в декабре, а закрывать нужно было сейчас, потому что в декабре для всех это 2-3 месяца, это очень важный месяц. И самое важное, с чем я с тобой соглашусь, что больше всего беспокоит бизнес, это двойные стандарты. Да, такого быть не должно. Да, и мы не позволим, чтобы кто-то работал, а кто-то нет. Так не должно быть. Это больше всех беспокоит. И сейчас карантин выходного дня, одна из главных проблем это взаимоотношение между арендаторами и арендодателями. Как посчитать? Конечно, это в целом. Мы уже прошли это весной. Любые наши, скажем так, партнеры или контрагенты используют любую возможность, чтобы максимально получать те ожидаемые доходы, которые они получали от нас. Поставщики, арендодатели, страна в виде налогов, наши люди, команда, которая работает. И полумеры не работают. Мы или закрыты, тогда соответственно как-то передоговариваемся по поводу этих обязательств. Либо если мы неделю работаем, будние дни, с понедельника по пятницу, как определило правительство, а выходные дни не работаем, никто же нам не сделает скидку, ни персонал, ни арендодатели, ни поставщики. То есть они все равно ожидают всех своих денег. А у нас 70% до 70% выручки, тем более в это время, когда и так на 50% упала посещаемость кафе, баров, ресторанов, мы ее теряем, потому что выходные мы не работаем. Как вы прошли карантин весной и восстановились ли вы на сегодняшний день? Смотри, мы не можем сказать, что завершено, мы не прошли карантин, мы все еще находимся в этом постоянном турбулентном поле, оно уже 8 месяцев длится. И я могу сказать, как мы прошли локдаун. Локдаун прошли, ну мы считаем, достаточно неплохо, по крайней мере после того, как мы смогли выйти и полноценно начать работать сначала хотя бы в формате летних площадок, потом уже и полноценно, мы открыли большинство из наших 60 заведений, но в процессе опять же вот этих вот сложностей во взаимоотношениях с партнером за лето мы уже закрыли 5. Ну, наверное, если посчитать в убытках, мы зафиксировали, наверное, 50-55 миллионов гривен, это не вернувшиеся инвестиции, это потерянные какие-то деньги напрямую. То есть уже это достаточно убыточная история. Пришлось ли увольнять людей, сотрудников? Ну, конечно, у нас с 4000, условно говоря, которые там в несколько смен работали в разных наших форматах, ну сейчас минус 1000 плюс-минус, 3000 работают. Я понял. Скажи, пожалуйста, тренды, которые сейчас происходят, что вы увидели летом, после локдауна, что было популярным? Ну, смотри, тактически, если вот посмотреть, как там июль, июнь, июль, август происходил спрос, я могу только по нашим заведениям судить, а у нас, напомню, три сегмента. Мы работаем и в премиальном сегменте, это условно охота на овец, был Краусбург, рыбалав, но мы закрыли, Ронин был, но мы закрыли, Канапа. Там сейчас делают ремонт, где был рыбалов. Ну, вполне возможно. Я не знаю. Вы не имеете отношения к этому? Я не знаю, да, это все арендное помещение. Средний сегмент – это Патра, Чикен Киев, Останье Баррикада, Барсук, Любчик и так далее. И фасткэжуал сегмент – это наши 10 брендов, которые и в Киеве наши, и по Украине 24 города открытые по франшизе. Я могу вот по этим сегментам проанализировать. Это очень широко. Да, это очень широко, поэтому мы так картинку плюс-минус, но на уровне тактических вот этих трех месяцев видим. Премиальный сегмент работает достаточно хорошо, но если мы говорим об экзотических форматах, например, охота на овец, то есть плюс-минус мы достаточно быстро вернулись на те же самые показатели, которые были, например, год назад, в июле, в августе. Хотя мы понимаем, что это все равно летний период и активный сезон начинается с сентября. Канапа у нас тоже, например, относится к ресторанам в премиальном сегменте, потому что там средний чек в районе 450-500 гривен на человека. Мы это считаем премиум сегментом в Украине. Приседание минус 80, потому что мы знаем, к сожалению для меня, украинцы не ходят в украинские заведения, они не считают их интересными для похода в ресторан. Соответственно, в основном в наших украинских форматах всегда был достаточно большой объем иностранных гостей, туристов, которые приезжали. То есть в Канапе было 80% туристов, ну 70-80%. Я часто приглашал международных гостей в Канапу. Да, похвастаться, вот наша Украина, она вот такая на самом деле. Действительно так, и я всегда видел, да, действительно там визуально процентов. В течение года ходишь в суши, пицца, кальян, караоке, мы знаем. Процентов 70% это было иностранцев. Да, вот такой у нас феноменный нонсенс, и он, конечно, ну то есть если в Италии итальянцы в итальянский ресторан. Я люблю борщ. В Испании, я тебя понимаю, да, ну дома. Это правда, что, извини, что перебиваю, самое продаваемое блюдо в украинских ресторанах это борщ? Ну, конечно, 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 конечно. Вот, соответственно, это, конечно, нонсенс и феномен. Если итальянцы в Италии в итальянские ходят, испанцы в Италии в испанские рестораны ходят, то украинцы, конечно, в украинские не так ходят, скажем так, часто, как в другие экзотические форматы. Поэтому, конечно же, здесь поседание для нас достаточно большое было. Еще и в сентябре, если ты помнишь, приняли странную меру по закрытию границ, иностранцы вообще не пускали. Вот, и это, конечно, тоже еще больше ударило по уже сезону. Моментально чувствуется? Моментально, конечно же. Конечно же. Вот. Fast casual, а, средний сегмент, если casual взять, да, casual dining, мы понимаем это, грубо говоря, несколько раз в неделю, когда гости себе позволяют ходить и тратить в районе 250-300 гривен на посещение заведения на человека. В первой веке, да. Здесь непонятно, то есть минус 30-50% в зависимости от местоположения, от формата проседания Е, и очень сильно, конечно же, влияла, есть ли летняя площадка или нет ли летней площадки. То есть сейчас мы видим, что здесь ближе к минус 50, потому что летние площадки ушли, в помещении люди неохотно движутся. Fast casual развивается очень активно, потому что, мне кажется, сейчас поляризировались вот эти истории. Премиум хорошо работает, и fast casual, smart casual заведение, где мы, по сути, готовим деликатесный продукт, индивидуально приготовленный, где скорость приготовления и выдачи такая же, как в фастфуде, там у нас 140-300 секунд, условно говоря, 2-3 минуты, где ощущение мы даем, это все равно заведение как заведение, модное, бар, кафе, условно, не фастфудное. Ощущение здесь мы видим даже иногда немножечко рост. Опять же, если мы там работаем с летней площадкой, то заведение, которое открыто в стрит-ритейле на 100 квадратных метров, типа там, не знаю, Доксенбургерса или Белого Налыева или там Мушли, когда мы добавляем плюс 200 посадок на летней площадке, вот, конечно же, мы видим, что в 2-3 раза у нас продажи увеличились, плюс люди не беспокоятся, потому что они взяли, подошли на баре, это без стейбл сервиса, и сидят свой сэндвич со стейком тунца за 69 гривен, с бокалом вина за 49 гривен, устрицы, да, едят и потратили. Я был в втором центре на Героев Днепра, и я бы скажу честно, если мне 5 лет сказали, что в метро будет продаваться устрицы, мне было бы тяжело поверить, но это так? Да, это так. Мы это достаточно активно пушим все эти 10 лет, развиваем. Мы называем это развитие гастрономической культуры. Поэтому fast casual, smart casual хорошо работает и хорошо дальше, динамично движется и развивается. И мы открыли уже такой абсорбированный формат гастрофема или фудмаркет. Отложили, понятно, его открытие до лета, так как мы хотели его в апреле как бы стартовать. Очень тоже хорошо работает, потому что здесь мы решаем несколько задач одновременно. Теперь есть возможность в большом помещении, которое если раньше можно было там разместить один формат, мы в нем, ну там ресторан, да, и ресторан уже не может потянуть, соответственно, все эти обязательства и покупательная способность не такая, которая способна оплатить содержание этого места. Мы открыли на Бессарабке, варенье, это чуть больше 500 квадратных метров. На двух этажах плюс заготовочная часть в подвале. На двух этажах у нас 7 форматов. Это fast casual, вилл и налыв, токсенбургерс, новый формат шашлыки, вынута друзей, бпш, охота на овец в формате стритфуда, азиатская пинцерелла и мушля. И очень неплохо стартануло. Это формат фудхола. Да, от 3 до 4 тысяч, от 2 до 4 тысяч, в зависимости от того, есть летник, нет летника. Вот за эти мы 5 месяцев работы увидели. Я понял, мы видим то, что работает верхний сегмент, средний работает хреново. Средний непонятно, то есть люди не понимают, куда им бежать. Либо на масках и на продажу десептиков заработали денег и идут в применение. Работают неплохо. Да, либо fast casual спускаются, потому что хотят... А какие тренды? Ты заметил что-то интересное, что происходит? Возможно, one price, то, что вы активно сейчас развиваете. Я просто помню прошлые кризисы, и мы увидели бурный рост, к примеру, арома кавы или черноморки. Есть ли какие-то интересные тренды, которые ты увидел? В целом тренд это, конечно же, fast, smart, casual, quick service restaurants. Но это не только у нас тренд, это во всем мире тренд. Это не только про карантин. Это то, каким образом мы встраиваемся в ожидания потребителя. И даем то предложение, которое потребитель не просто готов за него заплатить эти деньги, а мы еще в 2-3 раза превосходим его ожидания. То есть где он получает деликатесный продукт, который почему-то в премиальных заведениях или в заведениях средних на него наценяют неадекватные деньги. А у потребителей этих денег нету, но таким образом в ресторане меньше людей посещаемости из-за этого, чем ожидает, например, ресторатор. И часто рестораторы думают, ну блин, а че ж они? Это, наверное, там Борисов или Черноморка забирают у нас потребителей, которые в премиум не идут, а идут fast, casual, smart, casual. Нет, это абсолютно разные сегменты. Здесь скорее в fast, casual мы решаем следующую задачу. В целом, если взять гастрономическую культуру в стране, 20% людей в принципе иногда ходят в кафе, в бары, в рестораны, а 80% людей готовят дома. В мире все наоборот. Это те люди, которые не ходили просто в ресторан, они пошли в новая категория. Это люди, которых мы вытягиваем из дому, и это ответ на вопрос, а почему же столько открывается заведений в целом в Украине в неочевидной экономике. Просто потому, что источник роста для открытия заведения – это люди, готовящие еду дома. Они все равно, как во всем мире, постепенно выходят из дому, понимают, что уже есть давно дешевле кафе, в барах, ресторанах. И, возможно, вкуснее. Скорее всего, вкуснее. Скорее всего, это вообще и есть вот эта качественная жизнь, в которой хочется жить, а не дома, как это в Совке было принято, там варить борщи и гречку. И это основной источник для… Оливье на Новый год. Роста. Хорошо. Дима, вопрос. Для торговых центров и фудкорты и рестораны – это удовлетворение физиологических потребностей, либо что? Нет, смотри. Еда и места, скажем так, времяпрепровождения – это все равно проэмоциональную составляющую. Посещение ТРЦ, с моей точки зрения и по нашим наблюдениям, это та же самая эмоциональная часть. Пойти себе выбрать какую-то одежду, пойти там что-то, какие-то украшения, духи и подарки купить какие-то и зайти, например, на фудкорт, еще и как бы перекусить. Но мои наблюдения следующие, если ты хочешь, мое мнение условно-экспертное, исходя из нашего опыта. Мы специально открыли несколько заведений в разном формате в ТРЦ. И на фудкорте, например, в глобусе, да, Доксенбургерс, Мушля среди других игроков. И, например, остание баррикады у нас, которое является трафикообразующей, да, куда приходят или приходило, когда были туристы, тысячу гостей, да, еще и специально искали вход. Вход, но это все равно на территории ТРЦ еще и под землей, как бы такая достаточно интересная история. Согласен, это якорь для торгового центра. Вот, и это ключевая история. В мире, с моей точки зрения, то, что я наблюдал и специально поездил, посмотрел, еда и фудхоллы, и фудмаркеты давно для ТРЦ являются трафикообразующими. То есть, частота посещения, например, торгово-развлекательного центра, если трафикообразующей является еда, намного чаще, чем люди приезжали бы покупать одежду. Поэтому, как якорь, как мотив посещения ТРЦ во всем мире очень активно используют еду, фудхоллы, фудмаркеты, торгово-развлекательные центры. У нас, к сожалению, к еде очень, ну, скажем так, по остаточному принципу ТРЦ относятся. То есть, фудкорты, если отвечать напрямую на твой вопрос, это просто арендные площади, которые сдаются, как правило, не системным игрокам. Когда любой ТРЦ считает за счастье поставить себе трафикообразующего системного игрока, а это у нас только там 2-3, Макдональдс. Он 50% занимает в обороте, а его еще называют убийцей фудкортов. Да, ну, конечно, потому что нет больше предложения со стороны других участников, до этого как бы фудкорта, кафешек, барчиков, как бы ресторанчиков. Но эти ребята открываются, наверное, потому что хотят, ну, как-то открыть свой, начать бизнес на небольшой квадратуре. Соответственно, у нас практически нет ни одного примера эффективно работающего фудкорта, фудхолла с моей точки зрения. А такие, например, форматы, как у нас, трафикообразующие, когда ты приходишь на гастрофэм или фудмаркет и ешь устрицы по 29 гривен, выбиваешь бокал игристого вина за 39 гривен, здесь же там стейк из тунца или лосося за 69 гривен, либо там том-ям 700 миллилитров от охоты на овец за 60 или там за 70 гривен, или половину утки по-пекински, или пол-лобстера за 100 чем-то гривен. Это является мотивом приезжать и, ну, как бы посещать чаще ТРЦ, для того, чтобы в первую очередь поесть, а потом уже пойти и, как бы, пройтись там, не знаю, купить что-то. Я смотрел статистику в соседней стране, в Польше, и сейчас до, у них на сегодняшний день полный локдаун, не работает торговый центр и рестораны, ну, до этого, за две недели до полного локдауна, закрыли фудкорты в торговых центрах. Трафик упал на 40% после закрытия фудкортов. Да, статистика и показатели. Поэтому, если говорить с точки зрения трендов, опять же, отвечая на твой вопрос, будущее, ближайшее за коллаборациями, когда ТРЦ не просто сдает аренды, в аренду торговая площадя, а когда системные игроки коллаборируются и открываются, например, если говорить о нашем сегменте, теперь не фудкорт, а открывается фудхол и гастромаркет системными игроками вроде нас, вроде других, двух с половиной, может быть, еще. У тебя есть примеры коллаборации в Украине успешно? Ну, на сегодняшний момент нет, но я так тебе накину, что… Буду. Пока не могу говорить, да, с кем, но да, у нас сейчас новые два больших, масштабных во всей стране коллаборационных проекта с ритейлом, который не очевиден до недавнего времени был. Вот мы сейчас активно будем развивать. Интересно, я как раз хотел спросить у тебя по поводу твоего отношения интеграции еды в ритейл. Ну, к примеру, да, мы увидели яркие магазины сельпо с ресторанами внутри. Об этом идет речь, что мы увидим такие коллаборации? Не совсем, не совсем. Смотри, я за то, чтобы каждый отвечал за, из партнеров, в данном случае в коллаборации, за то, в чем он силен. Когда это в рамках супермаркета, самим же супермаркетом открывается футхол, это, собственно, и, ну, результаты, я не знаю, если ты оцениваешь или не оцениваешь, я там математику не видел, но я не могу сказать, что это работает так, как я бы, например, поставил бы там футхол со своими форматами, и, скорее всего, это было бы эффективно. Либо, ну, на заправочных комплексах, давай посмотрим. То есть еда каким-то образом уже давно или же не топливо вызывает мотив заезжать что-то покупать. Но наши оценки, то, что мы проанализировали, и мы сейчас большой проект строим с одной из крупнейших сетей отозаправочных комплексов, когда ты ставишь туда, в том числе с драйв-ином, в том числе с возможностью провести там даже время в формате даже мини-футхола, такие продукты и такие форматы, как наши фасткэжуал, или же пусть даже как фастфуд, но туда как бы не Макдональдс, может быть, кейси и не заходит, то это является уже трафикообразующей историей. То есть ты в первую очередь выбираешь нигде одинаковый худок купить, одинаковое кофе на плюс-минус одинаковых заправочных комплексах, а где появляется мотив уже времяпрепровождения в третьем месте. Потому что по твоему следованию твоего жизненного цикла это просто как бы удобно. И так же обстоят и дела с ТРЦ. Есть сетевые ТРЦ, которые почему-то развивают различные направления в торговле, не знаю, посуда, текстиль, еще что-то, но никто до сих пор не приходит к идее. Хотя снова повторюсь, во всем мире наоборот, фудхоллы, фудмаркеты, гастромаркеты, это трафикообразующие истории просто потому, что... Я хочу сказать, что в последнее время ситуация начала меняться, и на фудкорты, и фудхоллы больше обращают внимание. Обращают внимание, но есть же, к сожалению, другая история, некого ставить. Не так много. Да, мы три года активно развиваем этот формат Fast Casual, Smart Casual. У нас 10-12 брендов в этом сегменте, где повторюсь, за 2-3 минуты готовятся из деликатесного продукта, из-под ножа, по цене от 1 до 2, максимум до 3 евро, то есть в среднем чеке до 5 евро, на 500, 1500, 1500, 2000 чеков еды и напитков, которые эмоционально вызывают желание у потребителя постоянно проводить здесь время. Потому что, к сожалению, гастрономического мотива прийти и удовлетворить, как ты говоришь, физиологические потребности у нас все еще нет. Нам все равно нужны эмоции. Почему не взлетают или не взлетели рестораны высокой кухни в торговых центрах? У нас нет этой культуры. Нет, например, в торговых центрах. В топ-барах. Да. Потому что, к примеру, в Сингапуре мы можем увидеть подобные информации. Смотри, потому что, если условно представить себе гастрономическую культуру на примере пирамиды Маслоу, в Сингапур находится гастрономическая культура где-то вот здесь. То есть, там уже не только физиологические потребности, защита, безопасность, чтобы там комфортно было, а они уже хотят получить там какую-то, не знаю, высшую степень ощущения от еды, от времяпрепровождения. Каждый день причем. Мы находимся на базовом уровне. Мы даже еще до удовлетворения физиологических потребностей не дошли, потому что это мы дома себе обеспечиваем, мы едим. И нам интересно просто ходить, проводить время. Почему у нас много кальянных? Почему у нас много суши, пицца, кальян, караоке в одном? И так далее. Потому что потребителю давай сходим, зачекинимся, заселфимся в этом как бы месте. Желательно, чтобы оно было в центре, с возможностью припарковаться, либо возле как бы метро. И заодно там можно будет поесть, ты любишь суши, ты любишь бургеры, покурим кальян и попоем как бы вечерком как бы караоке. И таких предложений на вот этот малюсенький сегмент, потому что, повторюсь, 80% людей сидят дома, а чеки рестораторы пытаются набить неадекватные. Я все-таки хотел спросить о том, что есть много успешных, есть примеров ресторанов, назовем так, высокой кухни. Например, что ты имеешь в виду? Не знаю. Там, где чек 100 баксов. Премиальный ресторан? Да. Нет у нас таких. Допустим, Вина и Кучина. Ну, то есть, они не находятся в торговых центрах. Да. Да. То есть, почему не в торговых центрах? Почему не пошли? Попытки же были открытия ресторанов в торговых центрах. Я же тебе говорю, потому что у нас нет рынка для этого. Очень мало людей в целом ходят в кафе, бары, рестораны, и они не ходят есть. Они ходят за эмоции. То есть, пока 80% вот этих вот людей, которые готовят дома, не могут себе позволить ходить, как ты говоришь, в VIP Luxury Deluxe премиальное заведение. А те люди, которые могут себе позволить, для них это особенное событие, да? То есть, сесть в машину, приехать в какой-то ресторан, а не в торговый центр. Конечно. Тебя нужно, чтобы занесли на троне тогда уже. Мы все помним ковры возле ресторана. На парковке. Конечно. Мы даже считали там на уровне каких-то наших внутренних оценок, сколько на 40 миллионов людей, ну, там, людей физически, которые могут пойти в премиальный ресторан. Угадай. Полторы тысячи человек, не больше. И вот полторы тысячи человек делят на, там, пять ресторанов на всю страну, которые можно назвать премиальными. Но там нет средних чеков 100 долларов. Это иллюзия. Больше? Нет. Там средние чеки до 1000 гривен. Возможно. Это иллюзия. Я говорил о среднем чеке на стол. Поэтому, если так, то мы где-то рядом. Вот мы сейчас общаемся, и я задаю себе вопросом, подскажи, помоги разобраться. Ты кто? Бизнесмен, ресторатор, футуролог, маркетолог? Смотри, это, ну, собирательный образ. Я не могу сказать, кто я, в какой-то момент выбирает одна грань, в какую-то другую. Но, в первую очередь, я бизнесмен, конечно же. Вот. Но в бизнесмене, с моей точки зрения, во мне, как бизнесмене, есть эти сильные стороны, которые в какие-то моменты включаются. Я очень хороший повар, я неплохой маркетолог, я, наверное, ну, не футуролог, а человек, который там как-то может просто стратегически мыслить и простраивать какие-то пути. Вот. Я в какой-то момент хороший HR, директор, я в какой-то момент отличный финансист, я в какой-то момент прекрасный технолог, который не пытается... Что ты чувствовал, когда ты стоял на воздвиженке, когда там, ну, никого не было и ты решил там открыть рестораны? Ну, у тебя должно было быть очень сильный человек, да, и смелый. Да. Это важная черта для бизнесменов? Наверное, ну, мало кто верил в это. Смотри, оно что видимое, может быть, смелость. Ну, на самом деле, она на самом деле может быть, не это движущий, ну, какой-то драйвер, да, я с самого начала для себя определил, куда я движусь и что я хочу сделать. Мне важно создавать новые рынки, новые категории. Мне важно развивать гастрономическую культуру. Страшно было? Это второй этап. Страшно не было. Не было. Это была как возможность сделать так, чтобы появились смыслы людям. Много людей вокруг тебя не в это не верили. Говорю, Дима, что ты делаешь? Здесь никого нет? Большинство, конечно. Большинство? Всегда. Любой новый формат. Когда я сейчас уже через 8 лет прихожу и команде Лене презентую формат белый налыв. Говорю, что ребята, теперь будет здесь на Крещатике, который в момент, когда мы открывали, там не было ничего и киевляне чурались этого места. Вообще никто не переезжал на Крещатике. Говорю, смотрите, здесь будет устрица, это будет Сидерия, а тогда про Сидер вообще никто не знал. Это даже в категории напитков у людей как бы не стоял. Плюс будут лучшие хот-доги в этой стране ничем не отличающиеся. Это сколько вы окупились? Ну быстро, за пару месяцев. Как хот-доги, как в Нью-Йорке. И здесь будут стоять очередь. И у нас был нюанс померить. То есть очередь будет из условно 150 человек или 70. И это все на уровне секунд, сколько технологически мы бы производили и бы выдавали. Думаешь, когда я сказал, что это будет все по 29 гривен, команда приняла это с пониманием? Нет, конечно. Точно так же, когда я открывал Барсук, первый гастрономический бар до воздвиженки, на первый в Украине гастрономический бар, когда слово гастро воспринималось как гастроном или гастрит в лучшем случае, где я как собственник стоял у плиты, готовил еду без интерьера, и до сих пор ты, если приедешь в обед и в ужин Барсук без предварительного резерва через 10 лет не сядешь, это говорит о том, что, наверное, вот эта стратегия, где мы вкладываем смыслы для потребителя, чтобы он приехал осознанно на воздвиженку, на крещатик, в ТРЦ, в этом и есть наша обещательная особенность. И так любой из наших форматов. Открывать итальянские рестораны очередные или же хинкальные хачапурные, как делает основной рынок, мне неинтересно. Мне интересно создавать новые товарные категории на воздвиженке, на газоне начинать делать, не знаю, лидерами рождаются или становятся? То есть этот навык можно приобрести? Сложно сказать. Я думаю, во многом, конечно, это врожденная история, но можно ее как бы доразвить, доусилить. Я являюсь основателем профильной выставки, самые крупные в нашей сфере торговые центры, ритейл на Олимпийском проводим. Я смотрел нашу переписку с тобой и в 17-м или в 16-м году, несколько лет назад, я к тебе обратился, что Дима, планируем выставку, не хочешь присоединиться? Нет, не хочу. Ну и мы написали, что окей, на связи. Не присоединиться, ты же писал, хочешь сделать выездное... Да-да-да, ты все помнишь. Да, конечно. И самое интересное, что потом на следующей выставке ты присоединился как спикер, и для того, чтобы создать эту выставку, я услышал 10 нет, один да. И у нас получилось. Конечно. Нет, смотри, я очень всегда открыт к любым, опять же... Я просто, я понимаю, как это было сложно сделать. Я не сторонник просто вот этих завуалированных вещей. Я достаточно эмоциональный и всегда напрямую говорю. То есть, если ты веришь, хочешь на выставке поставить свой ресторан выездного обслуживания, я отвечаю просто коротко нет. Хотя, если ты задаешь, почему я тебе разложу, ну потому что это не наш бизнес, это вообще бизнес-кеттеринговый. У нас нет на это ресурсов. Я могу, понимая, что это нам нужно и что это нам даст и моему гостю дать, открыть вот эту выездную кухню, повторюсь, на воздвиженке в 2011-2012 году и на газоне открывать устрицы и там и жарить бургер, показав рынку, что можно. И после чего молодые ребята начинают, насмотревшись на Борисова, открывать фестивали уличной еды и все остальное. Вот это я могу и делаю, потому что мне интересно развивать таким образом рынок, делать гастрономические места, показывать фаст-кэжуал заведения, что да, оказывается, в этом среднем чеке можно делать крутейший продукт из деликатесных, ничем не отличающихся от премиальных ресторанов, ингредиентов. У нас есть пару вопросов от нашего информационного партнера NVUA, и нас спрашивают, какие твои любимые или любимые рестораны не в твоей сети? Шоти до недавнего времени был, пока мы не открыли шашлыки в на Тодрусе, где меню грузинское есть у нас уже в формате. Я могу за пределами Украины очень много назвать, потому что в Украине, к сожалению, нет возможности посещать, потому что попробую объехать 30 моих заведений за день собственных и куда-то пойти специально, к сожалению, Лена, моя супруга, которая является правой рукой моим партнером SEO, она посещает, у нее какие-то девичники получаются, другие заведения. У меня, к сожалению, нет времени, хотя я с большим уважением, с любовью отношусь ко всем своим коллегам по цеху и считаю, всем нужно ставить памятники при жизни за то, что они делают такие невероятные статистика по ресторанам в Киеве и прогноз сколько не выживет карантином выходного дня, очередного локдауна. Ой, боюсь такие прогнозы давать, но мне кажется от 50 до 80 процентов, если дальше, не дай бог, вот это вот вся история с карантином и с конкретными локдаунами происходить, ну не выживет, просто потому, что мы же микро и малый бизнес, у нас нет подушек, нет никаких возможностей где-то докредитоваться, нет возможности привлечь какие-то инвестиции для того, чтобы там платить эти постоянные издержки, которые, напомню, в нашем бизнесе составляют 80-90 процентов. если мы за 100 гривен вам продали блюдо, это значит в нем 90 гривен затрат, продукты 30 гривен, 10, 15, 20 гривен аренда, налоги, 15, 20 гривен оплата людям, и в конце остается вот это в лучшем случае рентабельность, соответственно, представляешь, если тебя закрывают и ты не можешь получить дохода, а у тебя остается 90 гривен расходов, конечно, техническое банкротство по факту, поэтому сложно прогнозировать, я надеюсь, что это быстро завершится сейчас и мы... Окей, хорошо, спасибо, спасибо огромное, Дима, движемся дальше. Давай. Продолжаем в гостях у Димы Борисова, не забывайте подписываться на канал, это нам очень помогает. Дима, ты очень публичен, что для тебя пиар, да, и какая важность на сегодняшний день пиара для отраслей, для бизнесменов, поделись своим мнением. Нужно разобраться в понятиях, что имеется в виду под словом пиар. Для меня это репутационный менеджмент, это управление собственной репутацией, репутация собственного бизнеса, да, то есть это то, каким образом я, как владелец своего бизнеса, доношу месседж посредством своих социальных сетей, это единственный инструмент, который я использую. Свой Facebook, свой Instagram, с недавнего времени свой YouTube канал, я считаю это важно, но по крайней мере все, что касается нашего бизнеса, ресторанов, кафе-бара. Почему? Потому что так принято в мире. До того, как публично рестораторы стали появляться у нас в Украине, их никто не знал. Были какие-то ресторанные сети, да, а когда такие, как я, становятся у плиты, коммуницируют сами со своими гостями, презентуют собственный продукт, конечно же, это хорошо работает, конечно же, это рекомендую, но просто потому, что мы находимся в ремесленческом, в крафтовом бизнесе. Сколько времени у тебя уходит? Это огромный кусок работы. Смотри, я не подразделяю время рабочее, допустим, и время личное. Это моя жизнь, да, я кайфую от этого, я занимаюсь собственным бизнесом, потому что я люблю, я люблю готовить, я люблю людей, я люблю рассказывать, да, я люблю какой-то даже элемент получать вот от тщеславия, это в части тоже меня, хотя внутренне я социопат, и я может быть в какие-то моменты не хотел бы настолько, как ты говоришь, публично проявляться, но это работает хорошо и для моего внутреннего ощущения, и это минимизирует полностью издержки на оплату прямой рекламы, и как кто-то еще, не дай бог, напрямую оплачивает пиар, у меня ноль бюджета, ноль затрат за всю жизнь на то, чтобы я кому-то оплачивал, как ты говоришь, пиар какие-то, истории. Я-то делаю самостоятельно. Интересно, мы снимали интервью с Борисом Марковым, это представитель света директоров АТБ, говорит о том, что главная из ошибок, которую они допустили во время карантина, то, что они выходили в коммуникации ежедневно, а необходимо было выходить ежечасно. Сейчас управление корпоративной репутацией, оно очень важно, выходит на первое место. Конечно, мир прозрачен, люди хотят понимать и знать, кто стоит за брендом, что бренд делает для них, как он проявляется социально в том числе, и, конечно, об этом нужно говорить, это нужно использовать. Это также важно для сотрудников. Бывает так, что в живой жизни… Репутационный менеджмент вообще подразделяется все на внутренний HR, вот этот вот репутационный менеджмент, на работу с потребителем, government relation, то, что у нас сейчас происходит, когда мы выходим с транспарантами, требуя, чтобы нас хотя бы услышали и поняли. Это все часть коммуникационной, вот это вот пиар-стратегия, конечно же. Скажи, твои места силы социопат иногда? Ну, сейчас это дом, честно тебе скажу, если говорить уже о личной части и об отношении, вот карантину, исходя из семьи, вот мы дома кайфуем, мы живем за городом, вот, и то, о чем мы мечтали когда-то потом, больше времени проводить с детьми, больше времени быть вместе с семьей, меньше суеты, вот произошло в первый локдаун. Репетиция, пенсия. Да, первый локдаун, как бы весной, и честно, мы так сели на второй, на третий день и говорим, вау, это же очень круто, очень же прикольно. Ну, если отставить, конечно же, проблемы с бизнесом, когда это очень быстро может закончиться, вот это вау, как круто, просто потому, что нет денег на содержание семьи. Поддержка семьи, насколько она важна для бизнесмена? Ну, наверное, важна, очень, конечно же, потому что без веры в тебя, особенно если речь идет о бизнесменах, о предпринимателях, то есть у людях, которые создают нечто новое, а новое всегда вызывает у окружения опаску, да, все хотят находиться в зоне, как это говорится, комфорта, то, конечно же, близкие люди, которые по умолчанию, наверное, должны поддерживать друг друга, вот, помогают двигаться, если, ну, у меня были такие переживания, ощущения, когда кто-то из близких, например, не верил в мои идеи, в мои какие-то действия, это, конечно же, ну, пагубно влияет. Скажи, пожалуйста, ты сказал, работа – это твоя жизнь, да, вот в твоей жизни работать с женой, какие сложности? Я не говорю о профессорах. Никаких. Это вот удивительная история, но это не сложности, это, наоборот, невероятное счастье. Я не скажу, что это стандартная история, у нас, скорее, исключение из правил. Вначале я Лену пригласил на работу, и только через, там, даже полтора-два года у нас уже начались отношения, как раз потому, что мои все стереотипы, которые были по поводу вообще семейного бизнеса, по поводу мужчин и женщин, разрушенность благодаря ей. Когда она была супругой? Нет, нет, я ее пригласил к себе в бизнес, когда она управляла сетью конкурентных заведений. Служебный роман. Служебный роман, да, теперь в семейном романе, ты прав, да. Нет, я ее пригласил, когда у меня было полтора заведения. Я выстраивал системный бизнес с самого начала, у меня был барсук и несколько месяцев работы гастророка, и мы были в гастрономическом туре, вот, вместе с друзьями, коллегами, с Максимом Храмовым, там, с Леной, в том числе, еще там, Валера Поляков, вот, и в путешествии просто познакомилась. Лена управляла до этого крупнейшая, и одной из крупнейших на тот момент сетей, если помнишь, была Eric's Family, Любовь и Голод, и управляла большой ресторанной империей, вот, а я искал себя управляющего, мне нужно было SEO, Chief Executive Officer, потому что мои компетенции и том, чем мне комфортно в бизнесе заниматься, это бренд-шеф, ну, как бы стратег, собственник, да, а мне нужен человек, который операционную всю деятельность ввел. Вот я Лену пригласил, с Headhunter, можно так сказать, к себе, вот, рассказал ей про то, что я строил компанию, в которой будет 50 и больше заведений, она так сначала, конечно, скептически посмотрела, но я благодарен, что она мне поверила, вот. в чем секрет вот этих отношений, все-таки, да, где найти этот баланс? Его нужно найти и искать постоянно, потому что это неизвестная история, да, то есть постоянно нужно, ну, мы ин-ян с Леной, например, да, мы абсолютно противоположности, абсолютно противоположности, то есть как-то прям белое, белое и черное, но в этом, ну, все равно, через доверие должно быть, стопроцентное, через, в том числе и любовь, которая тоже часть, с моей точки зрения, доверия, да, когда ты на 100% доверяешь, на 100% проявляешь свои чувства и все свои действия на счастье близкого, как бы, человека. У нас это неплохо работает, плюс она прекраснейший менеджер, прекраснейший управленец, прекраснейший финансист, прекраснейший HR, она разбирается в людях лучше, чем я, я силен в другом, и вот, когда объединяются, это все отдается какой-то результат. Скажи о проекте Borisov Academy, что это за проект? Как вот, мы с тобой за камерами говорили про то, что для тебя РАО, это Borisov Academy and Metro Academy, для нас это социальный, скорее, вклад в социальную активность по развитию рынка. Это коллаборация с Metro? Да, конечно же, да, Metro Cash and Carry, наш партнер, мы очень за этому благодарны, который предоставляет и пространство для этого и предоставляет, в том числе, какие-то необходимые для кукинг-классов и всего остального продукты. Ну вот, мы взамен, конечно же, максимально это продвигаем. Вначале я видел это как корпоративный вуз, который в том числе помогал бы нам готовить линейные кадры обычных поваров, обычных официантов, обычных барменов, обычных фомелье. Но первый год показал, что на это нет спроса и, скорее всего, не будет. Люди не хотят в этой профессии учиться, они не хотят за это не то, чтобы уплатить деньги, они даже бесплатно не хотят быть поварами, официантами и администраторами. Поэтому мы через год переформатировались, формат уже, скорее, на существующих владельцев заведений и топ-менеджмент, и на тех, кто хотел бы открыть свое заведение и разобраться в этом. Сила в том, что это абсолютно практический вуз, где мы, ну, вуз, учебный, как бы учебный проект, где наших 30 плюс-минус топ-менеджеров, от меня, Лены, до HR, директоров, шефов, преподают и дают практические знания, исходя из наших кейсов, исходя из нашего... Сколько длится обучение? У нас короткие, естественно, дневные и двухдневные курсы, интенсивы, когда с утра до вечера полностью по блокам, маркетинг, HR, стратегия, лидерство, управление кухней. Это проект для будущих рестораторов? Для будущих и для существующих, как мы говорим, кто вляпался, но не понимает, почему у него это не работает. Также для персонала, который тоже, может быть, когда достанет. Также для персонала, но персонал не ходит учиться. То есть это, если мы, как уже используем, как корпоративный вуз для своих существующих сотрудников, да, мы как площадку просто, если нужно проработать что-то, если нужно презентовать что-то, мы уже собираемся все вместе, но это добровольно-принудительная история. Осознанного выбора пойти поучиться и заплатить за это пять тысяч гривен, чтобы хотя бы разобраться в технике, там, какой-то, не знаю, приготовлению суши роллов, у линейных людей, к сожалению, нет. Ну, соответственно, с моей точки зрения, мы таким образом в рамках нашей стратегии развития гастрономической культуры вот закрываем блок B2B. То есть мне важно абсолютно искренне, абсолютно открыто делиться нашими технологиями и техниками с рынком, потому что я хочу, чтобы больше было вкусных мест, оригинальных мест, мест персонифицированных, вот, и мы даем полностью все свои знания, навыки, в виде кейсов за тысячу гривен, полторы тысячи гривен, за две тысячи гривен. То, что, конечно же, это не коммерческая в основном история, это история просто про то, что нам важно делиться и отдавать свою часть рынку, чтобы его развивать. Что тебя мотивирует? То есть я сейчас сижу с очень таким энергичным, заряженным человеком. Что тебя мотивирует? Да, жизнь меня мотивирует в целом, вот во всех ее проявлениях. Я не могу сказать, что это одно. В какой-то момент мотивирует желание что-то доказать. В какой-то момент мотивирует желание дать что-то новое людям, попробовать. В какой-то момент мотивирует деньги. В какой-то момент мотивирует ничего не мотивирует в какой-то момент. И хочется... Процесс? Вот процесс меня не мотивирует никогда. Нет, я про результаты. То есть я как раз не могу делать то, что просто ради делания, а не ради результата. вопрос к нашим зрителям что мотивирует вас напишите в комментариях к этому видео мы будем заканчивать у меня финальный вопрос сейчас очень актуально когда закрыты границы да дима где вы будете вашей большой большой семьей праздновать новый год смотри мы традиционно новый год празднуем всегда дома а второго числа традиционно всегда едем в буковель уже десятки лет уже все забронировано не у нас там собственно я уже апартаменты есть вот поэтому с этим вопросом нет главное чтобы не были закрыты как было весной не дай бог кп между городами я надеюсь до этого не дойдет поэтому у нас у нас одни или несколько мы если что договоримся койку поставим как как было и времена где-нибудь или матрас в постели поместимся мы традиционно не выезжаем за границу мы любим свою страну и отдыхаем здесь был ли какой-то дискомфорт в этом году ты привык много путешествовать был как раз путешествие был дискомфорт вот ну не в путешествиях а в ограничении свободы смотри ключевое что я для себя понял в этом в этой пандемии и в этой ситуации что к сожалению ситуация вышла из-под контролем из-под контроля в целом в мире и это по поводу свободы или же есть классно украинское слово воля да то есть если раньше мы вольны были принимать решение там есть что-то делать сразу же куда-то ехать то сейчас эта свобода ограничена часто как сейчас например вот с карантина выходного дня абсолютно неадекватно не часто даже мы считаем незаконно потому что должны быть другие процедуры чтобы настолько ограничить например право на работу или же право на перемещение свободы разрушены к сожалению да вот это вот единственно что напрягает дима будем заканчивать я хочу пожелать да там выйти сильными из той ситуации которая сложилась на сегодняшний день крепкого здоровья у нас небольшой подарок символ розничной торговли и спасибо тебе огромное за тот вклад который ты делаешь для отрасли в целом для культуры потребления спасибо аливарды спасибо что ты делаешь такое тоже благое дело класс сюда вот положим что-нибудь деньги какие-то